Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Enterprise Elementary. Перед нами рабочая тетрадь, 8-й юнит. И меня интересуют вот эти вот упражнения на словарный запас активный. Это всё по первому тексту, точнее по комиксу вступления в юнит. Все слова оттуда. Ну и частично, наверное, я зацеплю ещё тему предлоги. Пятое упражнение. И, возможно, сделаю ещё интересное третье упражнение. Здесь надо группы животных разобраться, что является стаей, какие из них летают стаями, какие бегают стадами и всё такое. Итак, первое. Выберите правильный вариант. Здесь всё упирается, друзья мои, просто в знание слов. Не более того. Здесь никакой романтики, никакой магии, абсолютно. Здесь всё очень-очень просто. Читаем первое предложение. Рыбак только что, видимо, закинул леску в воду, когда начался дождь. Закинуть можно каст. Здесь у меня каст и только каст будет. По той причине, что push – это толкать от себя, имеется в виду. А pull – это тянуть на себя. Ну вот, поэтому нелогично. Если бы здесь не было ещё вот этого into, можно было бы ещё фантазировать насчёт того, что там, возможно, pulled, а, возможно, pushed. Но здесь into – забросить в. Поэтому движение в воду происходит. Ну и fishing line – леска, или как её там называют, снасть. Я, честно говоря, не великий рыбак. По-моему, это леска. Ну, естественно, её никак не заталкивают в воду. Далее второе. When I visited Paris, I went on a чего-то tour and learned a lot about the city. Когда я была в Париже, я отправилась на чего-то там, экскурсию. Ага, ну, по-видимому, экскурсия была с гидом. И узнала многое о городе. Здесь у меня будет стоять guided, вот это, guided tour. Во-первых, потому что это просто штамп, это фигура речи. Когда вы где-нибудь будете, где есть англоязычная среда, и вы захотите экскурсию, вы непременно увидите вот эту фразу. Guided tours. Guided city tours. Или guided tours around the city. Ну, что-то в этом роде. Значит, экскурсия с гидом, короче говоря. В принципе, можно было сказать popular tour. Почему бы и нет? Пошла на популярную экскурсию. Но популярная экскурсия, вы такого не встретите нигде. Ну, и тем более crowded tour, многолюдная экскурсия, такого точно у вас не будет. Далее третье. Do you know Mr. Smith? Yes, I work with him. He is a... чего-то of mine. Знаете ли вы мистера Смита? Да, я с ним работаю. Он мой... там чего-то. Посмотрим. Scientist, ученый. Мой ученый что-то совсем не катит. Tourist of mine. Тоже как-то странно. И остается у меня только colleague. Коллега. Он мой коллега. Тем более, я же с ним работаю. Поэтому очевидно, что он мой коллега. Вот. Поэтому вполне нормально здесь будет звучать слово colleague. Возможно, кого-то напрягает немного вот это what of mine. Это так называемая независимая притяжательная форма, если кому интересна теория. Можно говорить просто my colleague. Это тоже будет правильно. А можно говорить colleague of mine. Почему бы и нет, можно и так. Далее четвертое. Итак, мама Ким, по-видимому, ну, наверное, завершила или, ну, как сказать... Ну, совершила, завершила стирку до того времени, как она пришла со школы. Имеется в виду, Ким пришла со школы. Итак, что нам здесь подходит? Ну, clinch, gone, совершенно не в тему. Здесь будет done. Не будем морочить голову. Здесь past perfect, поэтому done. Do the laundry. Когда у меня звучит вот эта фраза. Do the laundry. Здесь надо помнить, что нужно... С laundry употребляется только do. Ничего другого не бывает. Это так называемые collocations, как хотите. Называйте это. Но в любом случае просто надо знать эту фразу. Что не make, не go, не clean, ничего другое, только do. Стирать, по большому счету. Устраивать стирку или проводить стирку, как хотите. Далее, пятое. The boat was damaged in the storm and it... Чего-то там, to the bottom of the sea. Лодка была повреждена во время шторма, по-видимому. И она чего-то на дно морское или на дно моря. Но что может случиться с судном, чтобы оно пошло на дно? Но оно утонуло, по-видимому. И здесь у нас не так все просто, на первый взгляд. Здесь у нас, значит, есть слово drown, sank и fell. Но с fell все понятно. Лодка не могла упасть на дно моря. Так никто не говорит. Поэтому у нас подозреваемые drown и sank. И, в принципе, если посмотреть в словаре, то мы увидим, что и drown будет как бы тонуть, захлебываться. И sink. Здесь прошедшие просто времена. Здесь должно было быть sink. Это его настоящее время. Инфинитив. И sink тоже тонуть. Так вот, когда речь идет о судне, у меня будет sink. Ну или sink, если это настоящее время. Если же речь идет о человеке, то есть захлебнулся и утонул, то это будет drown. То есть вот это вот human. Это человечек. А вот это вот vessel или sheep, как хотите. Едем дальше. Шестое. Легкий ветерок или бриз. Так, легонько там чего-то, маленькую лодочку со стороны в сторону. Так, ну что может делать легкий ветерок? Destroyed. Уничтожил маленькую лодочку. Вряд ли. Smashed. Разбил, что ли. Это тоже вряд ли. Rocked. Качал. Вот это то, что мне нужно. Слово rock имеет кучу вариантов перевода, и одно из них это качаться. Причем так, это ритмично, медленно. Вот, поэтому здесь будет rocked. Покачивал. Далее седьмое. She had чего-то at the floor before she mopped it. Она чего-то там, пол, до того, как она его помыла тряпкой. Так, ну что здесь сказать? Она его наполировала, натерла, это вряд ли. Она его подмела, и она вытерла с него пыль. Но, по-видимому, она подметала пол. Пыль с пола не вытирают. Swept. Здесь просто чисто логически. Sweep. Его настоящее время. Swept. Это прошедшее. Далее восьмое. Mary was so deep in чего-то, that she didn't hear their son crying. Mary была так глубоко где-то, в чем-то, что она не услыхала, как ее сын плачет. Значит, здесь, дабы не мудрствовать долго, есть выражение be deep in thought. Это просто надо знать, что есть вот такое вот. Когда надо сказать, что глубоко задуматься, вот это вот будет оно. I am deep in thought. Я глубоко задумалась. Здесь нет явного глагола. Суть в данном случае это существительное. Ну, что здесь скажешь? Поэтому здесь будет thought. Все остальное не подходит просто по смыслу. В принципе, можно встретить выражение in horror. Есть такое в ужасе. В ужасе вскрикнул там или что-то в этом роде. Но если бы было в ужасе, не стояло бы deep в таком случае. Вот это deep, это показатель, что здесь будет thought. Здесь не будет что-то другое. Едем дальше. Второе. Поставьте синонимы. Ага. Ну, здесь проще все. Katie didn't go to the party because she was tired. Katie не пошла на вечеринку, потому что она устала. Так. И у меня tired есть синоним exhausted. Я его уже вижу. Вот он. Далее второе. Стивен ran as fast as he could to the edge of the cliff and grabbed Lee's hands. Стивен бежал так быстро, как мог, или побежал так быстро, как мог к краю утеса, или, ну да, пожалуй, утеса, или скалы, можно по-другому, и схватил руку Lee. Здесь у меня на подозрении слово fast, и fast у меня будет quickly. Вот оно, есть. Это абсолютный синоним. Здесь будет quickly и ничего другого не будет. Далее третье. When Adam couldn't find a way out of the burning house, he started shouting anxiously for help. Когда Адам не мог найти пути выбраться из горящего дома, он начал, так это, отчаянно кричать, звать на помощь. Так, что же у нас здесь может быть? Отчаянно? Ага. Desperately. Конечно же, desperately. Я бы лично, первая мысль, наверное, была бы desperately, я бы anxiously не додумалась бы поставить в этом случае. Кстати, отчаянно звать на помощь, обратите внимание, shouting, или shout, ну здесь инг просто ситуативно, shout, desperately, кричать отчаянно за помощью, это если дословно. Имейте в виду, что когда надо будет говорить, отчаянно звать на помощь. Не надо говорить дословно. Далее, четвёртое. The sun was shining as Beth and William walked along the empty beach. Солнце светило, когда Бет и Вильям гуляли по пустому или опустевшему пляжу. Так, что у меня здесь может быть? Здесь, скорее всего, будет слово deserted. Здесь ничего другого не может быть. Покинутый людьми пляж. Но имеется в первую очередь, что он пустой от людей. Это не значит, что там ничего нет на нём. Там может всё, что угодно быть, но людей там нет. Далее, пятое. Carol was scared when she realized this strange man was following her. Carol испугалась, когда она поняла, что странный человек следует за ней. Или следовал за ней. Так, испугалась, но terrified. У меня нет выбора, в принципе. Поэтому придётся мне ставить terrified. Едем дальше. The crowd screamed wildly when the rock star walked on the stage. Толпа народу громко кричала или сильно кричала, когда рок-звезда вошла или вошёл на сцену. Значит, в данном случае whenly можно, конечно, переводить словом дико, но это не так. На самом деле ничего плохого в этом нет. Это такое нейтральное слово. Здесь никакого негатива. Здесь, вот видите, синоним excitedly. Excitedly вполне нормально. То есть, в таком, ну что ли, экстазе кричали. Вот когда мне надо показать экстаз, то я могу сказать excited, excitedly, scream excitedly, shout excitedly. И всё в таком духе. То есть, полон эмоций. Преисполнен эмоциями. Далее следующее. Следующее мне интересно. Третье. Здесь в основном из-за того, что match the animals in the list to the nouns. Значит, грубо говоря, какие живые существа могут быть в каких группах. Это очень интересная тема, вообще говоря. Люди очень часто путаются. Ну, потому что, сами увидите, почему сейчас. Возьмём первое. A school. Мы все прекрасно знаем, что school – это школа. Но на самом деле, school, кроме школы, может, ну и кроме вообще всех этих, скажем так, околошкольных каких-то значений, оно может ещё значить, ну как сказать, я, честно говоря, не знаю, как у нас это говорят. По-моему, это стая. Стая дельфинов. Ну, не знаю, звучит так. Стая. Ну, пусть будет стая. Я великий зоолог, поэтому, ну, ладно, ничего страшного. В общем, стая дельфинов. Здесь стая китов, прошу прощения. Whales – это киты. Но здесь ещё могут быть дельфины. Dolphins. У меня вот оно, Dolphins. И вообще, значит, ещё морские какие здесь создания есть. Так, whales у меня уже есть. Так, cows, flies, deer, bees, wasps. Это мне всё не подходит. Так, elephants явно нет. Ага, вот ещё fish. Сюда fish. Ну, fish мы не говорим стая. Мы обычно говорим косяк рыбы. Вот. Ну, в английском языке тоже может быть school. Кроме того, у этого school есть ещё синоним. Это слово pod. Здесь его нет. Но оно здесь подразумевается. Это, чтобы просто знать, что это одно и то же. Далее, что у меня ещё? A herd. Вот, a herd – это то, что у нас стадо. Вот. Обычно речь идёт о крупном рогатем скоте. Вот, например, herd of cows. Это именно то, что мне нужно. Стадо коров. Кроме того, олени тоже могут быть в стаде. Deer. Обратите внимание, что deer не имеет s на конце. Так и должно быть. Это множественное число, но не по правилам образуется. И далее сюда же можно отнести elephants. И здесь ещё у меня есть слово sheep, но sheep с herd не употребляется, потому что овцы – это мелкие такие создания. Это мелкий скот, поэтому овцы будут у меня флок, отара. Мы говорим отара, а они говорят, ну, честно говоря, не знаю, как сказать даже. Ну, будем говорить отара, овец, поэтому овец я сразу сюда вот выпишу, здесь sheep, и вот это будет здесь, flock of sheep. Отара, овец. Дело в том, что ещё интересно, что очень часто в контексте эти слова могут переводиться по-разному. Но согласитесь, что мы не говорим стая овец. Вот, мы говорим отара, овец. Но с другой стороны, допустим, если уже говорить о флок, то флок может быть birds ещё, flock of birds. Ну, и птицы у нас летают стаями. Поэтому если flock of birds, то это стая птиц, а если flock of sheep, то отара овец. Тут надо смотреть по ситуации. Ну, и равно как, допустим, school of dolphins – это стая дельфинов, это ещё куда не шло. Но school of fish, стая рыбы, совершенно не звучит. Надо говорить там косяк или как ещё принято говорить. И едем дальше. Теперь же у меня осталось слово swarm. Swarm – это рой. Ну, и раями, понятно, могут летать насекомые, поэтому у меня здесь будет вот как раз flies – мухи, bees, пчёлы, wasps – это осы. И, в принципе, всё. Итак, у меня flies, bees, wasps. Кроме того, касательно насекомых, есть ещё такое слово, как hive. Это тоже рой, в принципе, улей, рой. Поэтому пчёлы и осы могут быть ещё hive. Hive of bees, hive of wasps. Кроме того, есть ещё слово colony, колония. Колониями тоже могут жить там муравьи, допустим, colony of ants. Колония может быть там, условно говоря, там морских котиков каких-нибудь или что-то такое. Кроме того, касательно птиц, есть ещё слово flight. Это уже так, поскольку речь зашла об этом, то flight of birds, допустим, если мы такое встречаем, то это ситуация, когда птицы, ну, скажем так, выстраиваются в воздухе ключом. Вот ключ журавлей, там ключ, кто там ещё так летает, ключ птицы. Я так и напишу. Вот когда у меня вот они летят там определённую фигуру, вот это вот flight называется. Кроме того, касательно животных, допустим, есть ещё выражение pride. Слово pride имеет не только прямое значение, гордость, но кроме того, pride of lions может быть, группа львов. Поэтому, как видите, животные могут, и вообще живые существа могут группироваться в такие интересные довольно объединения с довольно интересными названиями. Четвёртое упражнение. Так, транспортные средства, ну, это, наверное, не очень интересно. Ну, чё тут, ну, hot air balloon, это air, train, jeep, jeep это jeep в смысле, yacht, без комментариев, это яхта. Ну, здесь, в принципе, всё можно догадаться, оно несложное. Ferry – это паром, поэтому это морское средство передвижения. Так, я, наверное, это пропущу, это неинтересно. Ладно, посмотрим пятое упражнение. Возможно, здесь интереснее, здесь предлоги вставить, а предлоги – это всегда интересно. Итак, первое. The brave policeman helped Jeff чего-то safety. Смелый полицейский, значит, помог Джеффу выбраться в безопасное место, скажем так. Здесь у меня будет to. Вообще, это очень интересное выражение, потому что help может быть… Здесь, если бы был предлог out, можно ещё так говорить, help out of danger, допустим. Спасти от опасности, то есть вывести в безопасное место. Но есть ещё и help to, тоже как вариант. Если здесь стоит danger, то здесь стоит safety. Если здесь от опасности, то здесь в безопасное место. Ну, уж не говоря о том, что help to очень часто употребляется help yourself to sandwich. Ну, вот, съешь сэндвич, короче, бери сэндвич. Далее второе. We searched чего-то, the torch, but we couldn't find it anywhere, because it was too dark. Мы искали фонарик, но мы не могли его нигде найти, потому что было слишком темно. Имеется в виду карманный фонарь с батарейкой. Значит, если у меня поиски, то обычно это предлог for. Look for, search for и так далее. Далее третье. Don't let go чего-то, the string or your kite will fly away. Значит, не отпускай верёвочку или бечёвку твоего змея, потому что он улетит. То есть, не отпускай змея с верёвки, грубо говоря. Здесь будет стоять off. Далее. I feel that I have benefited greatly чего-то working at the summer camp. Я считаю, что я получил много полезного или получил много пользы от работы в летнем лагере. И когда у меня от, это from, benefit from, вообще очень частое выражение, benefit from something. Получить пользу от чего-либо. Далее. И, кстати, здесь ещё какая ситуация. Мы очень часто переводим дословно. Когда у нас получить пользу или иметь какую-то выгоду от чего-то, мы начинаем там get use of и получается ерунда. Люди не понимают. Когда мне надо сказать, что мне помогло, мне это что-то дало и так далее, и так далее, мне надо вот употреблять вот такую вот штуковину. Далее, пятое. My grandmother was born in Italy and spent the first years of her life, чего-то, the island of Sicily. Моя бабушка родилась в Италии и провела первые годы жизни на острове Сицилия. Ну, здесь всё дословно. Здесь очень хорошее выражение. Здесь он будет на острове. Then a pagan soon stopped to have lunch, чего-то, a nice restaurant. Peggy и Сью остановились, чтобы пообедать в хорошем ресторанчике. И здесь у меня будет at. В ресторане это at. Далее, when it last board appeared, чего-то, the distance we all felt relieved. Когда, наконец, лодка появилась, ну, на какой-то дистанции или на расстоянии, или вдалеке, будем говорить, мы все почувствовали облегчение. И вот здесь интересная ситуация. Возможно, кому-то покажется, что здесь тоже должно стоять at, но на самом деле здесь должно стоять in. In the distance. Это вдалеке. Но когда у меня есть ещё выражение такое, at a distance, такое тоже может встретиться. Когда я говорю at a distance, это на определённом расстоянии. Дальше обычно может быть off, чего-то там, на расстоянии, там, стольких километров. Допустим, такое. Или просто keep at a distance, держись на расстоянии. Вот в таком смысле. То есть, если здесь не дословный перевод, то здесь дословно. И предлог, соответственно, другой. Обратите внимание, здесь стоит артикль the, а здесь стоит артикль e. То есть, здесь расстояние как бы одно целое. Какая-то такая единица просто речи. Далее восьмое. Nobody believed what he said, except his mother. И здесь, возможно, даже есть искушение вообще ничего не ставить. Но на самом деле здесь должен стоять предлог for, except for his mother. Кроме его мамы. Никто ему не верил, что он сказал, кроме его мамы. Вот такое вот упражнение. Ну, что сказать. Здесь страница целиком и полностью посвящена, по-моему, первым двум страницам из учебника. Здесь дублируются все эти слова и выражения. Поэтому можно себя проверить, глядя в учебник. Там это все есть в тексте, в комиксе и немножечко в теории. В любом случае, скриншот этой страницы, если у вас нет рабочей тетради, будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.